Уголовное дело, возбужденное после смертельной аварии, произошедшей в середине декабря, дошло до суда. Напомним, тогда водитель иномарки потерял контроль над автомобилем, и машина на встречной полосе столкнулась с автобусом. Один человек тогда погиб, еще один сын погибшего получил тяжелые травмы и до сих пор не восстановил здоровье. Рамиль Шайдулин следил за процессом и узнал версию предполагаемого виновника трагедии. По версии следствия, именно этот молодой человек и виновен в нарушении ряда правил дорожного движения, которые в итоге привели к смертельной аварии. Дороги не чистят нифига, обочины не видать. Его закусило колесо и выбросило на встречку. Что я буду делать? Все произошло в середине декабря минувшего года. Водитель вахтового автобуса вез работников градообразующего предприятия домой, когда внезапно, навстречу, прямо перед капотом вылетела иномарка. Тогда в аварии погиб пассажир Ниссана Альмера. Весь удар пришелся как раз на его сторону. Сын погибшего получил травмы средней тяжести. Со слов матери, сейчас молодой человек готовится к очередной операции. День трагедии женщина вспоминает с ужасом. Сказал, что дома будет сегодня рано. Обычно они до 7 часов работали. В этот раз он сказал, что они будут до 4 работать, и он приездит домой пораньше. То есть я уже его ждала дома. В 17.00 раздался телефон, звонок от сына. Он сказал, маму, мы попали в аварию, нас везут в больницу, папа умер. Погодные условия, как установили следователи, стали не единственной причиной, по которой произошла эта авария. По версии следствия, во время движения водитель зацепил одной стороной обочину, что, возможно, и стало причиной заноса. Именно после этого неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу. Но по всем правилам водитель вообще не должен был никуда ехать. Одно колесо заднее отличалось от других не только протектором. Резина на нем была либо летняя, либо всесезонная, и в отличие от других колес, без шипов. К тому же пассажиры были не пристегнуты. Свою вину водитель признал полностью. Однако настаивает на том, что аварии бы не было, если дорожники вовремя почистили проезжую часть. Говорит, из-за снега не заметил яму. Въехал в нее и потерял над машиной контроль. Дорога была покрыта снегом и ледом. С моста мы потихонечку спускались. Я ехал на третьей передаче. Даль газа не нажимает. Впереди был железнодорожный переезд. Так как я боялся, что банально может там не остановиться, поэтому я даже не разгонялся. Теперь степень вины и дальнейшую судьбу водителя должен решить суд. Рассмотрение дела перенесли на 16 марта. Чтобы восстановить полную картину произошедшего и выслушать остальных свидетелей этой трагедии. Рамиль Шайдулин, Регина Сулейманова, Евгений Лызаев. Вызов 112.